МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Сегодня у нас в гостях победитель национальной премии «Патриот», преподаватель филологии и член экспертного совета журнала «Юность с севера». Добрый день! Представьтесь, пожалуйста, рассмотрите, чем вы занимаетесь. Меня зовут Жирков Дмитрий Дмитриевич. Я вузовский преподаватель, школьный учитель, телеведущий, блогер, автор креативных проектов. Кто я еще? Эксперт научной конференции, курсы, конкурсы, олимпиад. Человек, который занимается, видимо, разносторонней деятельностью у себя в регионе, которые, как настоящий патриот, горячо любит, и лечит, конечно, о моей родной Якутии. Поделитесь вашими самыми успешными проектами. Среди моих самых успешных проектов, которые я реализовал вместе со своими учениками, школьниками и студентами, наверняка можно назвать литературный блок «Взгляд в книгу», который я веду на видеохосинги YouTube, там мы вместе с моими воспитанниками снимаем видеоролики, в том числе кинофильмы. И последний мой крупный проект называется «Русские писатели в Якутии». Он посвящен четырем русским писателям – Александру Бестужеву, Владимиру Короленко, Евгению Яхтушенко и Иосифу Бродскому, которые в разное время, в силу обстоятельств или по зову страживающего сердца единожды или неоднократно посещали Якутию и оставили свой несгладимый след в ее истории и упоминаниях о ней на страницах своих произведений. Какие проекты вы бы хотели реализовать в будущем? На самом-то деле мне сейчас крайне интересна вот эта тема русско-якутических литературных связей, связей литературных, поэтических, о роли большой, великой русской литературы и ее значении в жизни якутской литературы. И, быть может, если и планировать какую-то деятельность, я как филолог, как человек, увлеченный литературой, наверняка хотел бы снимать что-то подобное вместе со своими учениками. Ну, как говорится, жизнь покажет, но мечты и планы у нас уже есть. Как начинающий школьник может достичь вашего уровня в профессии? Мне кажется, что для того, чтобы достигать каких-либо значимых высот, покорять новые горизонты, нужно быть, прежде всего, очень целеустремленным, во-вторых, личностью глубоко самоопределившейся. Если ты выбрал свою стезю, если ты выбрал свое дело, то нужно быть ему верным, нужно следовать зову своей судьбы и никогда не обходить от выбранного пути. Что для вас значит Родина? Мне кажется, что Родина начинается из семьи, прежде всего, что семейные традиции, любовь, родных – это то, где начинается это слово Родина. Если я смотрю чуть шире, то это наверняка родной город, где ты вырос, где ты учишься, живешь. Это, разумеется, твоя малая Родина, твой, ну, в пределах, может быть, российского государства твой регион. Ну, а шире, если, конечно, это твоя страна. Твоя страна, судьбой которой ты связан, страна, ради светлого будущего которого ты готов нести свою, хоть и маленькую, но легкую. Расскажите о вашем городе. Какие интересные места в нем надо посетить и почему? Мне кажется, что Якутск – это город достойный туриста. Город, в котором вы можете посетить царство вечной мерзлоты. Это такое прекрасное, но ужасно холодное место, которое всегда и в самые жаркие летние дни обладает этим холодом, может погрузить вас в зиму посреди июля. Разумеется, речь идет и про Ленские столбы, которые находятся на реке Лена. Это действительно достояние не только нашей Якутии, не только России, но и достояние всего мира, потому что это тот уникальный природный памятник, который ему достаточно много лет, и исчисление идет на тысячи лет. И мне кажется, что посетить это место и вдохновиться его атмосферой сходит каждому. Расскажите про вашего солдата Победы. Конечно, речь идет наверняка о моем дедушке, который является главой нашей большой семьи. И все наши многочисленные родственники, конечно же, всегда равняются на него, на моего дедушку Жиркова Ивана Ивановича. И для меня, конечно же, большая гордость быть частью этой большой семьи, быть его внуком и чтить память о нем. Дайте совет себе школьнику, если бы была в вашем время. Совет себе школьнику. Мне кажется, я бы посоветовал себе никогда не сдаваться, верить в свою счастливую звезду, никогда от нее не отступаться, и действительно оставаться верным себе и ничего не бояться. И рубрика «Свободный микрофон». Скажите, что бы вы хотели пожелать или посоветовать нашим сегодняшним зрителям? Зрителям канала Егора я желаю прекрасных дней. Я желаю чудесного настроения. Пусть судьба ваша сложится самым лучшим образом. Я желаю удачи Егору, начинающему видеографу, режиссеру. И хочу пожелать всем, 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 пусть жизнь всегда будет чудесной, восхитительной и полной высокого смысла. Спасибо за то, что вы согласились дать интервью. И я хочу вам вручить вот такой подарок. Это стикер и магнитик из исторических материалов. Спасибо. Русская литература хранит в себе много тайн и секретов. Но совершая прекрасные открытия отечественной литературы, мы открываем алмазы духовно-нравственных ценностей. Субтитры создавал DimaTorzok